Референдум назначен на 27 февраля. Соответствующий указ накануне подписал президент. Беларусь ответит всего на один вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Проект основного закона, напомним, опубликован на сайте Национального правового портала. Россия отправила в Беларусь два дивизиона ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока. Военная техника направлена в нашу страну для предстоящих учений «Союзная решимость-2022». В республику продолжают пребывать эшелоны с техникой и личным составом Вооруженных сил России. Стоимость обеда в учреждениях образования стала дороже. В школах средняя цена двухразового питания для учеников младших классов поднялась до 2 рублей 52 копеек. Для старших составило 2,94. Изменения также коснулись детских садов, лицеев, колледжей и вузов. В стране ввели подоходный налог в размере 10% для тех, кто занимается сбором и продажей ягод, грибов, меда, орехов и лекарственных растений. Но его будут платить не все. Внести сумму придется, если общий заработок от реализации даров леса составит больше 6400 рублей. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Местами порывы достигают 27 метров в секунду. По всей территории страны метель и гололедица. МЧС рекомендует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.